коллеги человек который стоит рядом со мной конечно в представлении не нуждается но если дмитрий потапенко представление не нуждается то тема которая сегодня обсуждалась на сессии которой он был модератором в представлении конечно же просто обязан быть и поэтому здравствуйте дмитрий добрый ну тема которая нас напомню все-таки рынки разные мы находимся на выставке прод экспо портал напомню напоминает называется retail.ru и рынки которые обозреваются здесь тоже разные и один из рынков это рынок алкогольной продукции который по странному стечению обстоятельств является зачастую драйвером развития тех или иных розничных сетей как малого формата так и большого формата да действительно я был сегодня модератором на первой сессии и что было на этой сессии это конечно была аналитика от компании инфолайн ребята в общем мы тоже известны иван федиков который в общем говорил в целом о рынке fmcg и рынке алкоголя и были конечно представлены несколько сегментов каждый из которых по-своему характеризовал то что происходит на их рынках потому что очень важно не существует рынка вообще алкоголя там в целом здесь в 90 процентов случаев конечно все воспринимают этот рынок как что-то такое грязное хотя в общем это всего лишь продукт обычного виноградного сока из которого мы как человечество много чего делаем тренды разные основной конечно тренд он в целом присутствует на рынке и fmcg в такой пандемийную пандемийную эру я бы сказал бы это конечно то что происходит поляризация спроса есть спрос который уходит в обычно это на почему-то называется ближе такому высокому классу потребления я бы это обозвал бы класс употребления среднему потому что будем честны опять-таки и с портал ритейлеру и в целом то выставка которая проходит она прода экспо напомним и на ней находимся она все-таки ориентирована на сегменты от нижнего нижнего до я бы сказал бы нижнего высшего их порядка 12 с точки зрения наверно какого-то маркетинга поэтому вот в рамках этих сегментов была такая сначала аналитическая информация потом была дискуссия вот я со своей стороны постарался задать некий вектор обсуждения основные мои вопросы которые меня интересовали уже как аналитика и там инвестора как будут развиваться и розничные сети разных форматов насколько в этом рынке участвует так называемая интернет-торговля ну я в кавычке всегда немножко слабо ставлю слово про интернет-торговлю потому что без серьезного оффлайновой поддержки интернет-торговли не может существовать вот как развиваются специализированные сети как развиваются сети которые мы их называем традиционными продуктовыми но и видно абсолютно что вот эта вот популяризация то есть есть люди которые уходят там в средний класс средний высший класс или высший низший класс и люди которые падают с точки зрения своих доходов а вот какой-то срединный сегмент который я бы назвал бы низший высший и низший средний он вот поджирается именно потому что как бы распадаются доходы я думаю что эта тенденция сохранится и в ближайшие годы именно по причине того что не вот эта красивая конечно фраза богатые богатеют бедные беднеют она конечно не говорит о всем спектре расхождение вот этих покупательских предпочтений но однозначно могу сказать отметить что люди начинают разбираться в этой сфере именно в алкоголе и и в крепком алкоголе и в вине и это очень отрадно потому что даже то падение потребление алкоголя которые зачастую власти списывают на ограничительные меры на мой взгляд идет несколько по другим причинам а именно с точки зрения образования которому прикладываете руку и вы доносят у или иную информацию ну то есть люди уже становятся более грамотными потребителями это относится как крепком алкоголь так и к алкоголю там вином так и к пиву но безусловно тревожить тенденция то что происходит обнищание но это находится вне рамок конечно и данной выставки информационных порталов это задача как раз государственной машины чтобы нищих не сна не прирастала они могли себе позволить более качественные продукты так что приходите на эту выставку это интересно с точки зрения того чтобы могли оценить что происходит на продуктовом рынке ну пользуйтесь проверенной информацией думаю что ребята как в аудио формате и видео формате так и в письменном формате предоставляют аналитическую информацию на мы со своей стороны экспертов стараемся как-то вот подсветить все темные уголки которые есть спасибо большое дмитрий и наверное финальный вопрос вы сказали было дискуссия была дискуссия все ли игроки рынка все ли участники дискуссии смотрели в одну сторону говорили об одном и том же или все-таки были не стыковки и какие-то вопросы решались споры споры были у может быть больше технически они интересны как раз для специалистов потому что скажем так когда выступает милая дама сомелье и она продвигает вина шампании продвигает соответственно премиальный сегмент то каналы продвижение точки соприкосновения с клиентом они носят характер очень персонифицирован когда выступает соответственно ребята делающий сеть их точки контакта менее персонифицированы и они расходились в деталях но мейнстрим на мой взгляд они в общем поддерживали и там и там вот видно вот все поляризация который я говорил она на мой взгляд не очень хорошего свойства она связана конечно именно с влиянием общей экономики потому что крайне важно для всех рынков это относится не только к алкогольному но и даже к рынку информации чтобы помимо поляризации был занят именно срединный сегмент потому что именно как это вот средний класс и создает и экономику информационную позицию а когда расходится вот это по разным сторон баррикад начинается больше столкновение должно быть больше как-то точек соприкосновения так выпьем же за это хочется сказать спасибо большое если бы у нас была возможность мы подняли за этот тост спасибо всем